Здравствуйте, уважаемые телезрители! Забеба Ньюз! Сейчас вот этот вот парень с не худым лицом после новогодних праздников расскажет вам о всех принципиальных новостях 2016 года, которые произошли в нашем городе. Оставайтесь с нами! Продолжает испускать дым конфетно-коррупционный скандал вокруг главной областной елки, которая целиком обвешана логотипами конфетного бренда Феррера Роше. Как там было дело? А дело было значится так. Эту елку якобы конфетчики подарили облгосадминистрации в комплекте с 600 подарками для детей. И получили возможность в течение одного месяца демонстрировать эту елку всем горожанам и приезжим, которые в большом количестве приезжают посмотреть на новогоднюю иллюминацию. Ту самую, которую купили за 1,3 миллиона гривен. Давайте посчитаем. Как вы думаете, за один месяц миллион жителей увидели эту елку? Я думаю, что да. Умножим этот миллион на среднюю стоимость одного рекламного контакта. Копеечек в 50. Ну так, чтобы с дисконтиком. Получаем полмиллиона гривен. Тех самых, которых кондитеры немножко недоплатили. Это по нашему скромному мнению. А чтобы не быть голословным, у нас есть предложение. Текущий год назначен по китайскому календарю годом обезьяны. Давайте мы подарим специальную фирменную пальму с логотипом Забебы, то есть с тремя обезьянами. И в течение цельного года она будет стоять на центральной площади города перед облгосадминистрацией. А взамен с расположения фирменной Забебенской пальмы мы предлагаем 600 порций суши детям и 5 литров саке. Ну а 5 литров саке только ихним родителям. Хорошая новость! Теперь все новорожденные при выписке из роддома моментально комплектуются свидетельствами о рождениях. Что здорово экономит время их родителей, которым теперь не нужно в течение 30 календарных дней ездить в ЗАГС и детей регистрировать. А вот сайди паспортами, обещанными Аваковым с 11 января всем жителям Украины, получилось сильно наоборот. Как именно? Стоит прочитать, потому что история там долгая, но если коротко, некоторые из наших активистов уже сходили за этими айди паспортами и вернулись с карманами полными свежего воздуха, потому что положены они еще пока месь не всем. Повезло! Именно так можно охарактеризовать ситуацию с осадками в Днепропетровске после Нового года. Потому что несмотря на то, что снег выпал, выпал он на выходные, а как следствие всем гражданам сильно не помешал. Но тем не менее, дороги немножко замерзли, все по ним яростно падали, тут же возник отличный срач по поводу того, кто должен чистить тротуары, коммунальные службы или может быть владельцы магазинчиков вдоль этих самых тротуаров. Но пока суть до дела, веселье продолжалось. Гагашечки гагашечками, а вот, например, в Днепродзержинске трактор, который яростно чистил дорогу, умудрился расхреначить автобус, и шестеро пассажиров пострадало. Что это? Товарищи коммунальщики, держите себя в руках! Сбагойтесь! Ехали мы ехали, да никуда не приехали. Непростая заруба славы поездника и Бориса Альбердовича Филатова в твиттере, которая обернулась волевым решением последнего об уборке парковки от торгового центра пассаж, обернулась приколом. Потому что теперь все убранные автомобили стоят не напротив пассажа, а через дорогу. Отчего по-прежнему одна полоса занята, но та первая полоса, которая якобы освободилась, тоже бывает эпизодически занята. То автомобили в муниципальной гвардии, а то и тракторцом каким-нибудь, который только что снег чистил. Горяченькая новость от главного, не знаю как сказать. То ли полиционера, то ли шерифа, то ли милиционера области, господина Репешко. Выкатился 14 января свежий регламент прибытия милиционеров по звонку в 102. И теперь они будут прибывать на место преступления теоретически в течение 5 минут. Это кстати объясняет, почему все выпуски Забебы будут короче 5 минут. Смыться мы успеем всегда! А сейчас, ребятушки, самая мясная новость недели, от которой весь интернет квакает фотожабами. Борис Альбертович Филатов взял и назначил госпожу Епифанцу, ту самую, которая из оппозиционного блока, не то амбдусменом, не то амбдусвуменом, а не то и вовсе замом. Правда непонятно каким, первым или вторым, или вообще там что оно как. Но, что важно, Борис Альбертович анонимус все помнит. Помните ваш последний день в облгосадминистрации, когда вы говорили о том, что... Для тех, кто не в курсе, Светлана Епифанцева является главой Днепропетровской организации партии оппозиционный, что бы вы думали? Правильно, блог. И по совместительству подрабатывает правой рукой Александра Юрьевича Вилкула. Во всяком случае, так сказал лично Борис Альбертович Филатов. Судя по всему, получается так, что Епифанцева теперь правая рука дважды. И у Вилкула, и у Филатова. Спасибо большое. Чему, кстати говоря, сильно огорчился Александр Юрьевич Вилкул, который в фейсбуке тут же выкатил пост о том, что всей партии они еще 334 раза подумают, стоит ли отдавать солнышко Светлану на растерзание в горсоветах, где ходят всякие опасные укропоботы и плохими словами на их партию ругаются. А пока Александр Вилкул терзается в раздумиях, мы убедительно просим оппозиционный блок все-таки отпустить Светлану в городской совет. Может быть, маршрутки по 0 гривен вернутся, а то мы по ним уже соскучились. А тот, кто еще не подписался на наш канал, будет выявлен и сфотографирован нами. До новых встреч, друзья!